Зачем и почему стоит изучать теорию вероятности? Возможно, вы знаете ответ на этот вопрос, раз вы смотрите данный курс. Возможно, у вас нет выбора, вы обучаетесь в институте или университете и учите этот курс, потому что его нужно знать согласно программе обучения. Но также возможны и другие ответы. Давайте рассмотрим их. Раньше, чтобы быть успешным ученым или инженером, было неплохо знать матанализ, математику, физику и химию. И, в принципе, можно было заниматься прикладной наукой. Позже к этой тройке также добавились, например, компьютерные науки. Компьютерные. Компьютеры. Тем не менее, сегодня необходимо знать также и теорию вероятности. Почему? Что произошло? Почему теория вероятностей превратилась в необходимый навык, будь то ученый или инженер? Давайте вместе ответим на эти вопросы. Можно привести несколько причин популярности теории вероятности. Одна из них состоит в том, что сегодня используются очень сложные системы, которые состоят из огромного количества компонентов. Учитывая большое количество компонентов, предсказать поведение системы в тот или иной момент времени, в том или ином состоянии, становится более сложно. Учитывая большое количество факторов, неопределенностей, которые влияют на данную систему. Для того, чтобы лучше справляться с неопределенностями, нам нужна теория вероятности. Итак, первая причина, которую мы назвали, это появление и широкое распространение достаточно сложных систем. Сложные системы. Вторая причина. Это данные. Data. Данные. Количество данных, которые производятся сегодня, генерируются сегодня людьми, которые накопились до сегодняшнего момента времени, продолжает увеличиться с экспоненциальной скоростью. Количество данных просто огромное. Понимать эти данные, анализировать эти данные. И извлекать из этих данных полезную информацию, избавляясь от неопределенности, от случайных шумов, которые, возможно, присутствуют в данных, одна из целей, которой нам может также помочь и пригодиться теория вероятности и науки, которые из нее истекают. Статистика, теория случайных процессов, статистический анализ и другие. Данных очень много. Данных могут присутствовать шумы. И нам нужно уметь с этим бороться. Это вторая основная причина, которую я хотел вам назвать. Кроме этого, давайте посмотрим на применение теории вероятности в различных науках, других науках. Например, физика. Если мы говорим о квантовой механике, то квантовая механика оперирует таким понятием, как неопределенность. Неопределенность нам нужна, на помощь нам поможет теория вероятности. Биология. Теория эволюции. Мутации, которые происходят под влиянием огромного количества случайных факторов в труднопредсказуемой среде. Нам снова нужна теория вероятности. Дальше. Обработка сигналов. Обработка сигналов. Сигналы, помимо полезной информации, могут также испытывать влияние шумов. Шумы могут иметь случайную природу. Могут быть функции какой-то неопределенности, которые мы хотим, которые мы не можем точно предсказывать, но которые мы хотим так или иначе учесть. Дальше. Финансы. Финансы. Биржа. Цена акций постоянно меняется под влиянием огромного количества факторов, многие из которых случайны или сложно прогнозируют. Область логистики. Хозяину магазина, хозяину склада, хозяину большой транспортной компании необходимо постоянно делать заказы. Заказывайте те или иные вещи, учитывая случайный спрос, учитывая случайное поведение клиентов, учитывая случайные колебания цен на рынке. Очень достаточно тяжело учитывать все эти случайности, и нам снова нужна теория вероятности. Как видите, здесь я упомянул лишь несколько наук, но этот список можно продолжить и расширять дальше. Психология, социология, менеджмент, а также множество других наук, сегодня представить их без теории вероятности достаточно сложно. Субтитры создавал DimaTorzok